Неограниченные возможности. В Чебоксарах прошел чемпионат России по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. За медали первенства страны боролись лучшие теннисисты из 14 регионов. О соревнованиях людей, сильных духом, постоянно преодолевающих боль и отчаяние в репортаже Рифата Фадкулина. Ракетка, стол, сетка и белый шарик. Вот необходимый набор для игры в теннис. А еще для спорта очень важен характер. Он есть у каждого из 50 спортсменов, приехавших на соревнования. Поражение опорно-двигательного аппарата нисколько не мешает им покорять вершины. С ракеткой Оксаны Рыжкович два года. Она безошибочно отбивает мяч. Когда есть сила духа, инвалидная коляска не помеха. Многочасовые тренировки помогают ей шаг за шагом добиваться поставленных целей. У каждого человека есть слабое место. Мы ищем их или нам подсказывает тренер. И когда мы их находим, мы пытаемся давать мяч туда, чтобы заработать очко, чтобы победу команде дать. Молниеносная реакция, отличное чувство дистанции и максимальная концентрация в каждом движении. Иван Карпов из Челябинска. Настольным теннисом занимается 9 лет. Охотно делится своими секретами. Здесь, говорит он, как и в любом другом виде спорта, главное – желание и упорство. В часы тренировок просто не вылазил из зала. Далее проработка разных техник, разных приемов, ударов. Соревнования проходят в новом спорткомплексе. Его площадь более тысячи метров, так что спортсмены могут свободно тренироваться. Комплекс, как и многие другие спортивные объекты, был построен в рамках целевой программы развития спорта. Параолимпийский теннис практически ничем не отличается от традиционного. Люди, вынужденные передвигаться в колясках, тоже выкладываются как физически, так и эмоционально. И для них фраза «движение – это жизнь» имеет большой смысл. И для здоровых, и для людей с ограниченными возможностями, в принципе, дает перспективы, развиваются все качества, работают все группы мышц, развивается ловкость, выносливость, скорость, взрывная скорость, причем быстрота, реакция и так далее. Помогает именно и по медицинским показателям, то есть это и зрение, и, скажем так, сбалансированная координация. По итогам соревнований первое место завоевали теннисисты из Москвы, второе – у команды из Ростовской области. И почетное третье место осталось за спортсменами из Челябинска. Победа на этих соревнованиях дает путевку на международные старты. Рифат Фаткулин, Андрей Шоклев, Республика.